Среда, 31-й седмицы по Пятидесятнице, 44-е, зачало Евангелия от Марка. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей, приходящих ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. В этом зачале первое выражение звучит таким образом. В доме ученики его опять спросили его о том же. О чем? О том же. Это зачало является продолжением евангельского текста, которое мы читали и толковали в прошлый раз. То есть 43-го зачала, где было вопрошение фарисеев о браке и возможности и причинах развода. А 44-е зачало является продолжением этого повествования. И очевидно, что после того, как ученики услышали ответ Господа, данный фарисеям о разводе, они возвращаются к этой теме и уже в доме, то есть когда нет других свидетелей, спрашивают Господа Иисуса Христа о том же вопросе, о вопросе развода и вопросе брака. Важное очень замечание, которое показывает, что слова Христа о разводе поразили учеников и ввели их в недоумение. Потому что в то время все-таки была практика разводов, и она была относительно легкой. И безусловно, что ученики, услышав такие великие возвышенные слова о браке и о значении брака, изумились, и поэтому хотели понять еще большее значение того, что касается брака. И вопрошают своего учителя уже об этом наедине. И Христос им говорит такие слова. «Кто разведется женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Удивительные слова и тяжело принимаемые, не толкуемые, а принимаемые даже нами, христианами. Потому что мы привыкли к тому, что количество разводов, повторных браков, увы, в нашем обществе очень и очень большое. По некоторым данным, количество разводов в Украине составляет почти 30%. Это колоссально много. И для нас, в нашем уже воспринятии, в обществе, где человек разводится, это почти что норма. Но, опять же, Евангелие говорит о другом. И христиане должны помнить, что христианская религия настаивает на единичности и святости брака. И распад семьи, развод — это всегда трагедия. Это всегда, можно сказать, катастрофа. Потому что благословение Божие, данное для существования брака, в конечном итоге разрывается теми, кто должен был исполнять это благословение. А зачастую те, кто находился в браке, а потом влюбился или влюбилась в другого и бросили своих мужа или жену и ступили во второй брак, Господь это сравнивает с прелюбодеянием. Что это обозначает? Это обозначает, что если существует семья, и вдруг в этой семье вполне хорошей, благополучной, муж или жена влюбляются в другого человека и разрывают брачные отношения со своим супругом или супругой, с точки зрения христианства они становятся на путь к прелюбодеянию. Опять же, эти слова, наверное, будут тяжело восприняты даже верующими христианами, но евангельское учение о браке высокое и строгое. И, безусловно, мы живем, к сожалению, в таком обществе, где считается, что в основании брака чувства. Конечно, они должны быть. Должна быть любовь, влюбленность. Но понятно, что на каком-то этапе те чувства, которые были свойственны молодой паре, уйдут. И как священнослужитель могу сказать, что очень часто люди, которые обращаются к священникам в храме и говорят о том, что у них проблемы в браке, они разводятся, на вопрос «почему?» говорят «исчезли чувства». Но очевидно, что чувства должны исчезнуть. Двадцатилетний юноша не может чувствовать, как сорокалетний мужчина, а шестидесятилетний человек, абсолютно зрелый, не может чувствовать, как тридцатилетний. Понятно, что чувства трансформируются, чувства изменяются. Чувства могут исчезать и заново появляться. И вступать в брак, считая, что в основании его только чувства, это ошибка. И разрывать брак, потому что считать, что в основании брака чувства, если они исчезли, поэтому и брак распался, это тоже ошибка. Брак — это не только чувства, брак — это ещё и ответственность, это ещё и взаимопомощь, это ещё и взаимоподдержка в совершенствовании. И каждый, кто вступает в христианский брак, должен понимать и осознавать, что это поприще испытаний, такое поприще, за которое Господь даёт венец. Во время венчания поются тропари, один из которых гласит святые мученики. Казалось бы, брак и тропарь святые мученики. Почему так? Это указание на то, что нахождение в браке — это подвиг. Такой великий подвиг, за который даются венцы, как великим подвижникам, как тем, кто подвязался ради Христа, исповедовал и оставил его перед лицом гонений. Поэтому христианская семья — это действительно малая церковь. Достойное почтение, достойное уважение и достойное сохранение. И каждый, кто пытается её с лёгкостью разрушить, будь то по причинам внешним или внутренним, идёт против замысла Творца. И какие бы ни были, увы, заключения института брака в нашем мире, как бы его ни поносили, сомневались в нём, и какое бы ни было большое количество разводов, христианская религия будет настаивать на святости и на исключительности брака. Далее Господь, когда сказал это своим ученикам, здесь сказано в Писании, что к нему стали подводить детей, а ученики препятствовали этому. Почему ученики препятствовали, чтобы дети подходили ко Христу? Не потому, что ученики какие-то ненавистники детей, а потому, что переживали за Христа. Господь, как человек, тоже утомлялся. И мы знаем, что по человеческой природе Христос жаждал, хотел есть, хотел спать и хотел отдыхать. В Писании есть прямые тексты, говорящие об этом. И видя усталость своего наставника, ученики препятствовали приходить детям, чтобы Христос мог отдохнуть после долгих наставлений, проповедей или ответов на вопросы, в том числе и своих врагов. Но Господь всё-таки говорит ученикам, чтобы не запрещали детям подходить к Нему. И дети подходят, а Господь говорит такое выражение, такие слова. «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдёт в него». Уже не раз говорилось, когда толковались выражения, касающиеся детей, «таковых есть Царство Небесное». Это не в смысле детей, а в смысле таких, как детей, таких по состоянию, как дети. Напомним, что дети, согласно толкованию святых отцов, объясняющих эти места, являются символом чистоты и символом бескорыстности. Человек бескорыстно должен принять Царствие Божие. Не в поисках славы, чести, возношения, величания или ещё чего-нибудь, что свойственное взрослому человеку. Дети всегда бескорыстно чем-то увлекаются. Дети всегда всей душой что-то принимают. И вот таковых есть Царство Небесное. То есть тех, кто как ребёнок способен полностью, бескорыстно принять Царствие Небесное. «И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Благословение Господу Иисусом Христом детей – это как раз тоже важный момент, указывающий на любовь Господа к тем, кто к Нему приходит, и безусловно на детей. Благословение Божие на детей всегда призывается в Церкви, и всегда присутствует эта благословляющая десница, священника или архиерея, на детей. В этом смысле подражая Христу, благословляющему детей. Здесь тоже есть важное, интересное указание – возложение рук. Возложение рук на главы детей, вообще возложение рук на главу того, кого благословляешь – это древнейшая форма благословения, которая вот тоже упоминается в том числе и в этом тексте.